Жильцы одной из многоэтажек Черкеска вынужденно повышают свою физическую форму, поднимаясь с квартиры по лестнице. Текущая во время дождей крыша стала причиной отключения лифта. Люди несколько раз писали заявления в различные инстанции. Когда решение проблемы затянулось, они обратились в редакцию «Вестей». Подробности в сюжете. Артур Мкце. Жители девятиэтажки по улице Интернациональной демонстрируют последствия прошедшего недавно дождя. После такого на лестничных клетках и во многих квартирах необходим ремонт. А расскажите, у вас тоже течёт? Ну а как же, прихожка, высыхает МДМ, как вся надувность. Вот отсюда течёт, я и замазывала, ну всё, течёт. Горожане провели для съёмочной группы «Вести» экскурсию по проблемным участкам дома. Показали крышу, из-за которой у них не работает лифт. Этой кровью уже много лет, она уже из-за времени, из-за своего износа, уже не выдерживает осадки. Никакие погодные условия уже не выдерживают. Глядя на крышу, сравнивая обновлённую кровлю над первым и третьим подъездами и эти проплешины над квартирами посередине дома, складывается впечатление, что некоторые жители в чём-то провинились перед управляющей компанией. Решито наверху негативно сказывается на комфорте во всём здании. Тот же лифт был обесточен как раз из-за возможности аварийной ситуации. Как часто вам необходимо спускаться, подниматься? Утром иду я, вечером поднимаюсь. Вот так вот и живём. Уже третью неделю. Это ж не дело. Потому что ноги больные. Ну-ка ни раз, ни два поднимаемся. Очень тяжело, очень тяжело. Люди не раз обращались за помощью в различные инстанции и службы. Когда завтраки от обслуживающей организации растянулись на недели, горожане попросили помощи у жилнодзора, Народного фронта и телевидения. Мы жильцы дома Интернациональная 16А. И у нас основная проблема – это течь с крыши. Потому что в связи с этим у нас не работает лифт уже со 2 октября. А у нас в доме проживают инвалиды, у нас в доме проживают мамочки с детьми на руках, спускаются с колясками постоянно. В доме проживают пожилые люди, которым даже скорая отказывается подниматься. Поэтому это огромная проблема у нас этот лифт. Но управляющая компания сказала, что кровля крыши уже была сделана. И поэтому кровлю крыши никто не занимается. Жители показали все обращения, которые они писали в ту или иную организацию. Впечатляющий перечень ещё раз доказывает, что они не просто ждали маны небесной, а пытаются найти способы решить проблему. Многие исправно платят коммуналку, не отказываются от собственных обязательств и имеют право требовать от управляющей компании исполнения своих. Вы всё пошагово правильно сделали. Вы обратились в те инстанции, которые нужны, в надзорную инстанцию, в госинспекцию. И у нас есть информация, что от них есть реакция. Они, управляющие компании, вынесли предписание с каким-то конкретным сроком. В этот срок управляющая компания уже должна предпринимать меры. Мы на сегодняшний день видим, что меры предпринимаются. То есть у нас есть обоснованные сомнения в том, что в этот срок управляющая компания успеет сделать те работы, которые необходимы. Это же не работа одного и двух часов. Сроки устранения главной проблемы мы уточнили в региональном управлении жилищного надзора. Жителям многоквартирного дома, расположенным по улице Интернациональная, 16А, было направлено обращение в адрес управления государственного жилищного надзора. По итогам проведения контрольно-надзорных мероприятий, отражённые в жалобе вопросы, были подтверждены. Управляющей организации выдано предписание об устранении выявленных нарушений с установлением сроков для его исполнения. Срок исполнения предписания около месяца. В обслуживающей организации первоначально планировали устранить проблему в течение недели. Правда, это время уже истекло. А затем ещё и пошли дожди. К слову, составленные специалистами госжилнадзора материалы также были направлены в суд для рассмотрения. Если по истечении срока работы не будут выполнены, туда же отправится второй пакет документов. В случае положительного решения в суде санкции будут куда жёстче. На самом деле, по интернациональной 16А проблем и без крыши с лифтом немало. Это и затопленные подвалы дома, и забитые канализационные колодцы, и невывозимый по долгу со двора мусор, который валяется не только около контейнерных площадок, но и где попало на придомовой территории. А также убитая на фоне недавнего благоустройства двора проезжая часть. Некоторые вопросы требуют оперативного решения, и горожане надеются, что их беды завершатся как можно скорее. Артур Мухцелек Малхужев, Миха Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия.